Приветствую вас, дорогие зрители и друзья телеканала Уллправда ТВ. Вы смотрите вашу любимую рубрику Пресс-ботва. Меня зовут Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, о наиболее интересных статьях, репортажах и заметках, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Народная газета дает советы, как сохранить благоприятную погоду в доме. В разделе «Среда обитания» поднимается бытовая проблема разброшенных вещей по дому членами семьи. Наиболее часто домочадцев раздражают разбросанные носки. Более 40% россиян признали, что ссорятся с домашними именно за разбросанные вещи. По этому поводу психолог Наталья Толстая рассказала читателям Народки, почему валяющиеся по квартире вещи выводят на конфликты. Давайте разбираться вместе. Раздел технологии поднимает тему крионирования. Ученые предсказывают крионике большое будущее. Первым человеком, которого заморозили после смерти, стал Джеймс Бетфорд. Произошло это событие 12 января 1967 года. Газета задалась вопросом, в каком состоянии сегодня находится эта сфера медицинской науки, насколько она популярна и сколько стоит криоконсервирование себя в России. Журналист Ева Невская побеседовала со стоматологом-гигиенистом Еленой Деменциевой. Еще недавно такой профессии, как стоматолог-гигиенист в России попросту не было. А сегодня даже проводятся соревнования профмастерства по чистке зубов стоматологами. О том, почему необходимо регулярно делать профессиональную чистку зубов у врача, как часто нужно посещать стоматологов-гигиенистов и вреден ли шоколад детям, читаем в интервью в разделе «Спасибо, доктор». В современном мире зимними холодами помогают справиться всевозможные модные гаджеты. Электроподушка или электроодеяло, электроварежки или USB-стельки, куда только не вживляют теперь электроды с теплом для нашего с вами уюта. Читайте подробнее об этих диковинных вещицах в разделе «Впотребитель». Традиционно в заключении коротаем время за сканвордом и, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах Народки. Общественно-политическая газета «Ульяновская правда» сообщает об итогах прошедшего 2020 года, который подвел аэропорт «Ульяновск-Центральный». Международный ульяновский аэропорт «Боротаевка» за прошлый год обслужил 290 824 пассажира, помог перевезти более 218 тонн груза и более 72 тонн почты. Несмотря на пандемию, пассажиропоток снизился всего лишь на 15%. Самым популярным направлением в прошлом году традиционно был полет в Москву. Также осуществлялись перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Симферополь. На базу аэропорта стали приземляться более вместительные воздушные судна Boeing 737-800. Подробнее об этом и других официальных новостях, а также опубликованных документах правительства Ульяновской области, читайте на страницах издания. В пятом номере газета «Канаж» на чувашском языке рассказывает о прошедшем традиционном всероссийском конкурсе чувашских красавиц «Чавашпики-2020». Наша область на конкурсе достойно представила красавицу из села Новая Алгаши Цельнинского района Алина Борисова. Она стала победителем в номинации «Красавица из диаспоры». На днях Алина с родителями была в Чебоксарах. В Чувашском национальном конгрессе их поздравили и вручили заслуженную награду и приз. К районным газетам. Журналист-еженедельник Ульяновского района родины Ильича Аня Смирнова заметила, что зима – самое веселое время года. Многие ребята очень любят зиму и ждут ее целый год. Это связано с большим количеством праздников и возможностью поиграть со снегом, а также весело и интересно провести время. Алена Одинцова сообщает об акции «Шагающий автобус». На прошлой неделе в Ульяновском районе прошли мероприятия, направленные на безопасность юных участников дорожного движения. Также Одинцова рассказала об ученице 11 класса Титюшской средней школы Диане Промзелевой, которая стала победительницей муниципального конкурса «Русская красавица-2021». Подробнее в интереснейшем материале «Русская земля богата талантами». В центре внимания журналиста старомайнских известий Натальи Сашиной оказался нацпроект «Спорт. Норма жизни». Объявленный губернатором региона Сергеем Морозом 2021 год носит статус «Года детского спорта». О том, что делается в Старомайнском районе для развития массового и детского спорта в беседе с Сашиной рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Старомайнского центра творчества и спорта Надежда Долгала. Об этом на четвертой полосе районки. Газета «Новое время» Базарно-Сызганского района отмечает 30-летний юбилей. 4 февраля в адрес редакции сыпались поздравления от видных деятелей региона и обычных читателей районной газеты, которые много лет узнают об актуальных новостях в районе именно с полос этой газеты. Также в честь юбилея руководитель области Сергей Морозов дал газете эксклюзивное интервью. Редактор издания Ольга Аверьянова вспомнила важные моменты из истории районной газеты. Печатные СМИ — это то, что все еще существует в современном мире, несмотря на всеобщую цифровизацию и стремительно развивающиеся технологии. Мне остается только поздравить своих коллег, пожелать здоровья творческому коллективу, а также интересных сюжетов для своих статей и заметок. Как можно больше читателей и подписчиков, и неиссякаемые работоспособности на следующие 30 лет. Спортивные новости региона узнаем со страницы еженедельника «Чемпион». Обозреватель Саша Агапов рассказывает о юных лаптистках сборной Ульяновской области, которые триумфально проводили первый месяц Нового года. В республике Мариэл они взяли первое место на межрегиональных соревнованиях среди девочек 11-12 лет по мини-лапте. По итогам кругового турнира подопечные Джима Наврузова не отдали соперницам ни одного очка. Подробнее об этом в заметке истинный капитан по имени Рита. О других новостях читаем на страницах спортивного вестника. Любопытный обозреватель информационного портала управду.ру Андрей Корчагин выискал очень горячие вакансии, как моя сегодняшняя рубашка для трудоустройства на территории Ульяновской области. В регионе требуются медсестры, водители, слесари, монтажники и агенты. Зарплата до 35 тысяч рублей. Подробнее в материале успеет трудоустроиться. Леша Михайлов рассказал о знаковых литературных премиях, которые на днях вручили выдающимся региональным мастерам слова. Год книги 2021 — это логическое продолжение большой многолетней работы отрасли культуры и правительства Ульяновской области в направлении активизации продвижения чтения, развития читательской культуры граждан региона. Кроме того, состоялось награждение лауреатов ежегодной областной премии в области региональной историографии и литературного творчества «Шапка Мономаха». Традиция вручения, которая заложена журналом «Мономахам», как ежегодное присвоение гран-при «Человеку года» за заслуги в продвижении культуры, нравственности и духов. Награждение лауреатов еленым владельцем «Шапки Мономаха» стал известный ульяновский архивист и краевед Иван Сивопляс. Катя Рассашанская понаблюдала за птичьим реальти-шоу. В онлайн-камере, установленной над гнездом орланов-белохвостов в Национальном парке Сингелеевские горы, появилась самка. Орнитологи заприметили ее в жилище на этой неделе. Орлица прилетела в обустроенный самцом дом ненадолго. Рассашанская напомнила, что в этом году ульяновские ученые намерены раскрыть тайны самого крупного представителя гнездовой фауны отряда соколообразных среднего поволжья орлана-белохвоста. Новостной портал Медиа-73 рассказывает, как в Метровграде работает городская детская библиотека нового типа. В прошлом году читальна преобразовалась благодаря национальному проекту «Культура». На базе учреждения появилась так называемая модельная библиотека. Всего на это было выделено 6 миллионов рублей. До этого библиотека представляла собой традиционный формат работы, а последний ремонт косметический здесь проводился аж 13 лет назад. Сейчас учреждение включает как информационные, так и образовательные услуги. Появился клуб по изучению английского языка для малышей, библиотечная продленка, на которой дети после школы могут подготовить справочные материалы и рефераты, а также их распечатать. В библиотеке действует услуга «Библия няня». Ребенка можно оставить на несколько часов сотрудникам. В течение этого времени они позанимаются с ними. Также появились досуговые мероприятия выходного дня. Как родители, так и дети могут собраться и поиграть в настольные игры, поучаствовать в научном шоу «Экспериментариум», посмотреть фильмы и мультфильмы. Эти и многие другие новости читаем на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода грядки нескучных новостей снова через неделю.